здравствуйте у нас в гостях корсаков дмитрий викторович генеральный директор о товар про и финансовый директор гк пи групп добрый день александр очень приятно что позвали сегодня здесь скажите пожалуйста как вы видите развитие бизнеса в россии в нынешней политической ситуации с нынешним введением санкций на данный момент все предприниматели и бизнесмены столкнулись с большой проблемой касаемо политической экономической ситуации в мире и в нашей стране очень много компаний брендов по необходимости ушли с российского рынка очень много путей логистических различного формата также полностью прекратили свою работу на территорической федерации и дружественных стран и скажем так для наших предпринимателей наш стран стал большим ударом но тем не менее так сказать русская смекалка амбициозность и желание двигаться развиваться не дает нам стоять на месте российский бизнес смог в определенной степени адаптироваться к нынешним условиям которые мы имеем дать определенный отпор тому что очень то что мы смогли потерять потихоньку стал восстанавливаться путем того то что российский креатив российский бизнес стал адаптироваться и создавать свое то есть полностью импортозамещать все ушедшие бренды все ушедшие компании реализовывать вопросы касаемых промышленности так и вопросах айти такие вопросы креативной индустрии и различной степени касаемо пищевой промышленности то есть перспективы российского бизнеса на данный момент очень большие так как из большое количество компаний ушло это развязало руки многим молодым предпринимателям многим брендам заявить о себе снять свое свое поприще на определенные ниши рынка и дать толчок развитию на именно нашим технологиям нашим изобретением нашим задумкам нашей промышленности для того что то сказать когда данная ситуация пройдет и россия снова выйдет на международный рынок в полном свете мы могли дать отпор вопросе конкуренции продукции имеющиеся на западе и востоке именно своего производства но это понятно а государство то как-то помогает вот как вы считаете или должно может быть она помогать до государства на самом деле вносит большой вклад в работу бизнесы и различного отрасли предпринимательства выдавая определенного рода субсидий на развитие конкретных отраслей из недавнего то что происходило пошла большая разработка именно касаемо параллельного импорта так как из-за из-за того что очень много различного сырья оборудование препаратов и все прочее ушло из западных европейских стран наше государство приняло законопроект к самому параллельного импорта для того чтобы определенной степени мы могли российский бизнес и ский потребитель закупить то может быть по ценам даже выше чем они были раньше но тем не менее не оставили нас без определенных вещей на в данный момент также это касается определенного рода как именно субсидий наш премьер-министр мишустин для заработал и подписал указ касаемо айти компаний по определенным льготам для никак налоговом формате так и вопросам определенного рода их деятельности так что государство как бы она не была ситуация на данный момент мы должны стать поддерживать российский бизнес и должно всегда в самые трудные моменты для бизнеса его поддерживать и мы на реальном примере в реальное время видим то что государство действительно помогает предпринимателям помогает бизнесменам всеми различными способами как я уже сказал это отличного рода субсидий до определенного рода скажем отменения налоговых пошлин что тоже произошло недавно что позволяет российскому бизнесу более как адаптироваться и начать восстанавливаться после определенного удара который мы получили из-за нынешней ситуации но это понятно ну а вот потребители вот что стоит ждать понятно что субсидии будут может быть не будут там таскать кому-то дадут кому-то не дадут а потребители вот конкретному что стоит ждать лучше будет или хуже с потребителем потребитель нужно ждать следующего из-за того что им стоит дождать точно того чтобы те цены которые мы имели так сказать до всей ситуации они больше к нам не вернуться. Ценовая политика на всю продукцию выросла, и, скорее всего, ниже она к прежнему уровню уже не вернется. И в этом вопросе им нужно тоже максимально адаптироваться. Благо государства в этом вопросе поддерживает простых граждан для того, чтобы, так сказать, их финансовое благосостояние позволяло адаптироваться к новой ценовой политике, на различное сырье. Но им, также потребителям нужно понимать то, что те продукты, которые были раньше, они в большей степени никуда не уйдут. То есть, часть того, что ушло, снова обратно приходит. Либо же наши российские предприниматели, российские бизнесмены, креативщики воссоздают это вновь, и то качество, те бренды, что мы имели раньше, они все равно останутся на рынке. То есть, им не стоит бояться того, что какие-то существенно важные вещи уйдут. Но все основное, что, скажем так, необходимым потребителям всегда останется на рынке. Российские бизнесы, наше государство в никаком образе не позволит остаться нам без определенного, так сказать, рода обязательных вещей, без техники, без одежды, без всего. То есть, потребителю нужно понимать, что прошлого уже не вернуть, нужно двигаться дальше, нужно адаптироваться, понимать, что все будет хорошо, как бы ни было плохо, мы всегда найдем способ, так сказать, восстановить всю ситуацию до прежнего, либо приближенного к нему уровня, для того, чтобы это никак существенно не повлияло на людей. Ну, понятно. Но я вот ориентируюсь на магазины, то есть, вот я захожу в магазин, но полки вроде бы не пустые, то есть, продуктов хватает. Вот, ну, как бы, вроде бы рубль укрепляется, но цена на топливо, так сказать, выросла, обратно она не вернулась. То есть, у нас, получается, сейчас цена на топливо выше, то есть, соответственно, продукция будет дорожать, потому что все перевозки осуществляются в любом случае, так сказать, за счет, там, ну, расхода топлива, так или иначе. То есть, ну, как бы государство помогает людям, сложно сказать. Вот, может быть, кому-то помогает, кому-то не помогает. Но вот вы как считаете, вот все-таки дальше будет лучше, как бы, или хуже? На самом деле, довольно такой, можно сказать, двоякий, да, это двоякий, но вольный вопрос, потому что нужно понимать, что на самом деле, если мы говорим про вопрос государства, государство разработало очень большой спектр поддержки населения, как физлиц, так и юрлиц, где любой гражданин может обратиться за этой помощью. То есть, в этом моменте. Если мы говорим про про больше хуже или лучше, в каких-то аспектах будет хуже, каких-то лучше. Тут, это, так было всегда, и надеяться на то, что именно все всегда будет лучше, это опрометчивая вещь, нужно всегда принимать, быть реалистом, понимать те реалии, в которых мы находимся. И да, скажем, полки магазинов сейчас далеко не пустые, вся необходимая продукция имеется с электроникой, это же самая история, с одеждой все то же самое. Но в правильной степени, да, как я уже говорил ранее, подорожание в любом случае будет. Нужно еще немного времени, может быть, оно займет месяц, может быть, два, может быть, три, может быть, четыре, для того, чтобы вот конечное, так сказать, понимание стоимости, оно выровнялось. Оно будет скакать как вверх, так и вниз, может оставаться в ситуации стагнации, но тем не менее, оно со временем, в ближайшее время, оно полностью, так сказать, устаканится. Нужно понимать, сейчас мы находимся в довольно таком тяжелом времени, когда все довольно скачет и очень много непонятного для нас, потому что сегодня стоит что-то 10 рублей, завтра уже 20, потом 15. И тем не менее, нужно понимать, что это временный эффект, это не на постоянной основе. Плюс спекулянты пытаются... Да, плюс спекулянты пытаются... Да, наводят определенную панику, людям нужно понимать, что не нужно паниковать, не нужно запускать какие-то истерики по определенному вопросу, нужно ко всему относиться с холодной головой, не отвечать на определенного рода провокации спекулянтов, либо же недругов. Нужно, так сказать, смотреть на ситуацию полностью здраво. То есть ситуация устаканится, как бы стакан наполовину пустый или наполовину полон, зависит от того, как бы оптимистически вы смотрите на это или пессимистически? Да, то есть если вы относитесь ко всему, с большим пессимизмом о том, что все в стране плохо, ничего нету... Можно сказать, что плохо, а может быть это для кого-то будет шанс... Конечно, реализоваться. И заполнить пустую нишу для импортозамещения. Да, сейчас очень много продуктов, которые ушли с рынка, которые шли к нам через импортные пути, они стали полностью импортозамещаться и цены, которые мы имеем... Качеству они никаким образом не уступают, но цены становятся ниже. То есть это... Вот Китай, например, да, Азиазия. К тому же то, что сейчас у нас полностью отрезаны с вопросом торговли и взаимодействия с странами Европы и Запада открывает нам большие возможности по работе с нашими партнерами с Востока. То есть и тем самым мы, во-первых, укрепляем взаимоотношения с нашими ближайшими заседями, и мы можем получить... Во-первых, включается вопрос совместной работы по созданию тех или иных вольного оборудования, техники, креативной индустрии, образовательного формата, что позволяет нам закрывать те дыры, которые мы имели им сейчас, не уступая ни в коем роде качеству и ценовой политике также. То есть, говорю, тут надо немножко людям просто подождать и смотреть на всё с холодной головой, анализировать всё. Или, может быть, побольше оптимизма и не ждать, и, так сказать, занимать освободившиеся ниши. Да, то есть бизнесменам, которые сейчас на рынке, нужно понимать, что сейчас есть... В данное время это большая возможность для того, чтобы проявить себя, занять своё место на рынке, показать свой продукт, дать людям то, чего, скажем, им не хватает. То есть, как бы вы хотите сказать, что потребителю не стоит паниковать, всё будет хорошо, а, так сказать, бизнесменам следует не упускать свою возможность. Да. Вообще не стоит никакой ситуации никогда унывать. Потребителю нужно понять, что как бы ни было плохо, российский бизнес в любом случае найдёт возможность исправить ситуацию с поддержкой государства. Мы это видим на реальном примере прямо сейчас. То, как начинают заполняться ниши нашими российскими брендами, что в одежде, что в электронике, что в промышленной сфере. То, что наше производство начинает умощняться, государство это поощряет и помогает в этом вопросе, выделяя субсидии, выделяя земли и всё остальное, для того, чтобы, сказать, заполнить те потери, которые мы имели. Так что только позитивный настрой, только взгляд в светлое будущее, только полный вперёд. Ну, я тоже считаю, что у нас огромная материально-техническая база, количество, ну, хорошо, там может быть всё гладко, но сырья, по крайней мере, у нас более чем достаточно, территории у нас более чем достаточно, то есть мы не пропадём. Это точно, да, то есть мы не пропадём, и никто нас оставлять точно не будет. Ну, хорошо. Спасибо. Всё, спасибо вам большое, да, очень здорово, я думаю, интервью. Спасибо, спасибо. А быть всё время в тонусе и совершать открытие нам помогает уникальный продукт Z27. Он повышает когнитивные функции и улучшает работу мозга. Звучит музыка. Спасибо. 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 Спасибо.